Обман в науке и в образовании. Это отрывок из книги «Эволюционный круговорот материи Василины» седьмое издание. Имейте в виду, что за 20 минут рассказать обо всем я не успею. Поэтому, кого интересует, сможет прочитать в моей книге, которая только что вышла из печати. Это издание в корне отличается от предыдущих изданий. Чем? С первого по шестое издание описывалась новая космологическая теория, основанная на определенной модели эфира. Именно той модели эфира, которую предполагали Аристотель, Ньютон, Фатио, Лиссаж и почти все ученые до 1905 года. Это модель эфира, которую Аристотель называл «вечно бегущий эфир». В этой модели предполагалась одна эфирная частица, которая летит во всех направлениях Вселенной. Но эфирных частиц оказалось две. Одна эфирная частица объясняет гравитационное взаимодействие, другая – электрические и магнитные поля. С помощью этой модели эфира стало возможно объяснить все процессы в природе, как на макро, так и на микроуровне. Все объяснения впервые, начиная с 1905 года, не противоречили основным законам природы. Закону сохранения массы и инерции, закону векторного сложения скоростей для тела частиц и закону взаимодействия частиц в микромире. В моей книге впервые с 1905 года установлена связь макро- и микромира, так как все причины процессов, которые мы наблюдаем в макромире, находятся в микромире. Однако с 1905 года поиски причин процессов запрещены. В результате стало понятно, что вся фундаментальная физика ошибочна. Далее оказалось, что все ошибки не случайны. Запутывание физики происходит специально. Возникает много вопросов. Во-первых, кто это делает? Во-вторых, зачем это они делают? В-третьих, каким образом это они делают? Вот на эти вопросы и дает ответы седьмое издание моей книги. Кроме того, отмечу, что в седьмом издании добавились решения многих проблем, в частности, строение вещества, в которой основную роль играет нейтрино. Как оказалось, нейтрино не дает упасть электрону на протон. И еще книга седьмое издание написана для всех, начиная с шестого класса. Суть книги. Народами всех стран мира управляют самые богатые люди планеты. Кто они такие? Это 300 фамилий одних из самых богатых людей США и Англии. Об этом написана книга Джона Калимана, Комитет 300. Как это они выполняют? Во-первых, экономически. Печатают деньги. Но так как политика это продолжение экономики, то, во-вторых, политически. Оказывая давление и контроль над правительствами стран и их прессой, о чем только что мы наблюдали в связи с событиями на Украине. В-третьих, через образование. В частности, через физику. Вот об этом последнем впервые и написано в седьмом издании моей книги. С 1905 года самые богатые люди ввели на всей планете утвержденную программу образования. И она стала обязательной для всех. В утвержденную программу образования собрали все, что не требует объяснений эфиром. И что можно было запутать. Зачем это они сделали? А их задача управлять миром. Но управлять умными людьми так, как им хочется, трудно. Поэтому население надо превратить сначала в дураков, баранов, роботов. Вот тут-то и понадобилась утвержденная программа образования. Итак, утвержденная программа образования несет в себе два аспекта. Первое. Вся фундаментальная физика запутана и ошибочна. В результате все люди неправильно понимают причины процессов природы, объяснения которых спрятаны в микромире. Поэтому весь прогресс на планете сильно заторможен. Во-вторых, людей вообще отучают думать. Как это происходит? С 1905 года ввели утвержденную программу образования. Вот схема и пример действия этой утвержденной программы. Приходит школьник в первый класс и учитель все время его спрашивает, что ты выучил. Итак, во втором, третьем, пятом, десятом классе. Но при этом никогда не спрашивает, что ты думаешь о прочитанном. Если ребенка долго не спрашивает, что ты думаешь о прочитанном, тогда происходит следующее. Великий физиолог Иван Петрович Павлов предупреждал, если каким-то органом или его функцией долго не пользоваться, долго не думать, то этот орган за ненадобностью отомрет. Из поколения в поколение, а поколение приблизительно 20 лет, это передается и закрепляется на генном уровне. Почти все разучились думать. Если забыл, то надо снова это же выучить. Многие думают, что они думают, а они вспоминают учения. Вы не догадывались, чем это может закончиться? И никто не задумывается над тем, что это является изощренной формой издевательства над населением планеты. Всех отучают думать. Вы что думаете, если не будете придерживаться теории Эйнштейна, вам дадут защитить кандидатскую или докторскую по физике и стать профессором или академиком? Ничего подобного. А если кто-нибудь в школе или в институте скажет, что теории относительности, теории Эйнштейна глупость и большого взрыва не было, то его отчислят как непонимающего современной физики, а тем более преподавателя. Вот вам про образование. Что представляет собой система образования в настоящее время? Принцип, заложенный в систему образования, это заучивание того, что написано в учебниках, но не думать о том, правильно это или ошибочно. Хороша такая система или нет? Приведу пример. Выводит собаку на арену цирка, показывает ей, например, цифру 2, и собака тявкает два раза, и за это получает вознаграждение, кусочек сыра. Затем показывает цифру 5, и собака тявкает пять раз, и опять вознаграждение. Как вы думаете? Собака думает? Наше образование построено по такому же принципу. Выучил, ответил, получил вознаграждение, оценку, кусочек сыра. Что вы думаете о выучении, вас не спрашивают. Думать в данном процессе запрещено. Организаторам процесса образования это не нужно. Науку в системе образования утвердили программой. На самом деле науку превратили в догму. А почему в утвержденную программу образования не включена наука логика? Логика – это наука о том, как надо думать. Однако в данной системе образования думать запрещено. Можно только читать и запоминать то, что написано в учебниках, и утверждено программой образования. А если кто-нибудь забыл, то он обязан снова заглянуть в учебник и выучить. Поэтому в данную систему образования наука логика не вписывается. Насколько важна формальная логика? Формальная логика – это цемент, скрепляющий все остальные знания. Логика на самом деле учит учиться. Тогда почему логику, несмотря на всю ее феноменальную полезность, не преподают во всех школах и вузах? На этот вопрос существует логичный ответ. Логику не преподают по тем же причинам, по которым рабам нельзя владеть огнестрельным оружием. Опасно. Ведь на чем строится вся идеология современной школы? На авторитете. Детей учат не доказывать свои утверждения, а обосновывать их, как на зоне. Получается два конкурирующих метода аргументации. Первый – через логику, второй – через авторитет. Так написано в учебнике или так сказал учитель. С точки зрения логики, доказательство через авторитет – это логическая ошибка. Вот как выглядит это в жизни. Да ты кто такой, чтобы спорить со мной, кандидатом наук? Для современной науки это вариант нормы. Даже если учитель захочет, чтобы его ученики логически думали, ему этого не сделать. Например, в физике так много нелогичного, непоследно запутанного и ошибочного, и все это утверждено программой образования. Ученик обязан это выучить, ответить и получить оценку. Думать в таком процессе запрещено. Какая уж тут индивидуальность. А роль учителя сводится лишь тому, чтобы все, что утверждено программой образования, ученики хорошо вызобрели. А на экзамене ЭГЭ это будет проверено. Люди в массе своей перестали доказывать, просто потому, что последовательно мыслить уже не умели, да и потребностей в этом уже давно не было. Все было утверждено программой образования. Если забыл выученное, то необходимо снова взять учебник и выучить. Такая ситуация в образовании возникла как минимум с начала 20 века. Результат. Почти все разучились думать. Большинство думает, что они думают. Некоторые думают, что отдав в престижную частную школу или вуз своего ребенка, который хочет изучать физику, они избегут негатива. Ничего подобного. Учебники с ошибками остались те же самые утвержденные программой образования. И ничего нового при их изучении это не даст. Подумайте, над чем он будет думать. Мною написана книга «Эволюционный круговорот материи во Вселенной» с новой теорией, которая объясняет все процессы в природе. Эта книга может помочь начать думать. В ней скрыты основные ошибки физики, которые оказались там, к сожалению, не случайно. При сравнении нового объяснения со старым придется начать думать, где последовательно и логично, а где нет. Данная книга станет индикатором в правильности в изучении как физики, так и других наук. В современной физике, в которой считается, что все якобы подтверждено экспериментально, а большинство без экспериментов, имеется множество серьезных ошибок, затрагивающих основные основы всей физики. Вот некоторые из них. Силы в природе не существует. Это ошибочная модель механики Гиггенса. Молекулярно-кинетическая теория Больсмана ошибочна. Нет эксперимента, подвижность атомов и молекул не связана с температурой. Термодинамическая шкала ошибочная вне температуры не имеет связи с тепловой энергией. Ошибка Кельвина. Нет эксперимента. И как результат ошибочные представления о плазме. Ошибочная формула Стефана Больсмана. Нет эксперимента. И как следствие потепление на Земле связано с активностью Солнца, а не с повышением процентного содержания СО2 в атмосфере. И соответственно киотский протокол заблуждения. Ошибочная формула распада нейтрона. И как следствие запутана вся физика элементарных частиц и структура вещества. Скорость света не постоянна, а зависит от скорости источника и приемника света. Экспериментом является эффект ФИЗО, который всех вас заставляют называть акустическим эффектом Доплера. Поэтому математические теории Штейна ошибочные. Ошибочное утверждение о существовании в природе электромагнитного поля. Нет экспериментальных подтверждений. Кроме того, коэффициенты пропорциональности в формулах Кулона и Ампера также сфальсифицированы Максвеллом. Ошибочная формула Е равно H постоянная планка выдумана. Нет эксперимента. Ошибочны все численные значения частот в шкале электромагнитного излучения. Теоремы Гаусса и Био Савара Лапласа ошибочны и не имеют физического смысла. И многое, многое другое. В результате все неправильно понимают причины процессов, которые спрятаны в микромире. Вот какая складывается ситуация. Одурачивание населения для научной мафии происходит бесплатно за счет самих одурачимых, так как деньги на это идут из бюджетов стран. И все, как видно, довольны. И научная мафия, и академии наук, и населения. Здорово задумано. Теперь видите цену тех, кто называет себя кандидатами, докторами и академикой физических наук. Как победить это зло? Неужели мы так и будем терпеть эту сложившуюся ситуацию с утвержденной программой образования, с запретом на дискуссии, когда все, что противоречит стандартной теории, теории Мэйштейна и теории большого взрыва, считается лженаукой? Теперь рассмотрим несколько примеров, как запутывали физику. Время позволяет. Вы никогда не задумывались, почему до 1736 года физика писалась только на латыни? Ответ на этот вопрос очевиден, чтобы максимально затруднить доступность к физике народа. Если быть конкретным, то наука физика уже давно находилась под контролем одной из самых внеятельных масонских лож, куда входили самые богатые. В 1736 году масона Эйлеру поручили продумать и подготовить перевод физики на несколько основных европейских языков. Но перевод должен быть таким, чтобы основательно были запутаны все основы фундаментальной физики. Эйлер взял механику Гюгенцу состоящую из трех законов к основе которых была сила. Затем прибавил к этим трем законам закон всемирного тяготения который открыл Ньютон. Естественно в законе всемирного тяготения Эйлер инерцию заменил силой. Все это он назвал законами Ньютона. Кроме того масоны изготовили на основе этого подлинника. Рассмотрим какова была последовательность открытия физики. Ньютон в 1683 году открывает закон всемирного тяготения. На основании этого закона и третьего закона Кеплера Гюгенс находит формулу для ускорения свободного падения для устойчивых орбит планет G равно V квадрат на R. Это закон управления массой центрального тела орбитами планет. Скорость планеты на орбите зависит от массы центрального тела и от радиуса орбиты. Здесь-то Гюгенс усматривает возможность запутывания физики введя в механику понятие силы масса на ускорение. Чтобы ввести в механику силу Гюгенсу формулу ускорения свободного падения G равно V квадрат на R он назвал одновременно и центростремительным ускорением заявив что это одно и то же. Однако это не одно и то же. Давайте проверим расчетами. Центростремительное ускорение точек поверхности Земли оказывается 3,6 на 10 минус пятый. А ускорение свободного падения на поверхности Земли экспериментально проверено 9,8 разница в 100 тысяч раз. Численно центростремительное ускорение точек поверхности Земли не совпало с ускорением свободного падения. Это Применение формулы ускорения свободного падения G равно V квадрат на R в качестве центра стремительного ускорения просто невежество. Модель механики, основанная на силе, ошибочно. Примечание. Оказывается, гравитация была описана еще во времена Ньютона. В 1690 году швейцарский математик Николас Фатио из Женевы подтвердил, предположил теорию эфира, которая объясняла гравитационное взаимодействие, описанное Ньютоном. Объяснение было очень простым и материалистичным. Эфирные частицы летят во всех направлениях Вселенной и передают свою инерцию, приталкивая тела друг к другу. Если передача инерции, массу, помноженную на скорость, в виде соударения эфирных частиц телом, себе можно представить, то действие силы на расстоянии через пустоту представить невозможно. Все объяснения не будут носить материальный характер. Проще говоря, это будет фантазией. Как видите, все объяснялось механикой. Все простое и объяснимое в конце концов побеждает. Так было и с открытием Коперника. Но не тут-то было. На этот раз руководство масонской ложи вовремя углядело опасность в таком открытии. А это не входило в планы масонов. Труды Фатио остались ненапечатанными. Через сто лет бумаги Фатио находит Лисаж и хочет опубликовать, но масон не дает это сделать. Модель механики, которой мы пользуемся, ошибочная. Есть ли это экспериментальные доказательства? Да, есть эксперимент с эффектом ФИЗО. Итак, первый этап, первый акт запутывания физики состоялся. Теперь про второй акт запутывания физики. Вы догадались, что происходило в науке? Одни искали, думали, делали открытия, другие думали, как бы это все запутать. И придумали. Физику решили подменить как можно сложнейшей математикой. Этим занялся сам Максвелл, будучи в то время руководителем масонской ложи. Если Эйлер взял просто и подсунул в качестве перевода ошибочную механику Гюйгенса, назвав ее при этом законами Ньютона, то Максвелл вообще встал на путь придумания теорий и формул. На рубеже 19-го и 20-х веков физику опять ждали потрясения и третий акт ее запутывания. Тесла пугнул масонов, что откроет эфир, и все человечество получит бесплатную энергию в любой точке поверхности Земли. А самые богатые, а это члены масонской ложи, станут при этом как все. Ну, конечно, они хотели быть не как все, а самыми богатыми. Все ученые того времени строили модели процессов, исходя из модели вечно бегущего эфира, который был описан Аристотелем Ньютоном Фатио Лиссажем. Но задача масонской ложи была не допустить продвижение науки в правильном направлении. И они приложили все усилия и деньги для того, чтобы физика обошлась без этого, без объяснения данной модели эфира. В этой ситуации все самые богатые скинулись сотням миллиардов долларов на то, чтобы наука как-нибудь обошлась без этого проклятого эфира. Чтобы слово эфир было запрещено, его презирали, а лучше вообще не вспоминали. И начался третий этап в истории запутывания физики – борьба с эфиром. И деньги эти начали работать. Это ученые, которые согласились выполнить поставленную задачу. Собрали все, что не требует объяснения эфиром. Это модель механики Гюйгенса. Но ее назвали механикой Ньютона. Электродинамику заменили трудами Максвелла. Запутывать, так запутывать. Далее по принципу, указанному Максвеллом, были придуманы математические теории под именем Эйнштейна, состряпанные специально в противовес эфирной теории. Вместо экспериментов стали применять постулаты, не требующие ни экспериментов, ни доказательств. Например, фотон – это волна, а волна не обрагает массой. Или скорость света постоянная, то есть не зависит от скорости источника и скорости приемника света. Это основные алименты одурачивания. Никто не задумывается, что эти постулаты противоречат основным законам природы. Закон о сохранении массы инерции и принципы векторного сложения скоростей для тела частиц. Но задумываться нельзя, так как все это теперь утверждено программой образования и стало обязательно для всех. Логичным было бы на основании основных законов природы строить теории, а не наоборот. Но наука, логика была уже запрещена. Итак, в начале 20 века все собранное в противовес эфиру, а также все, что можно было запутать, утвердили программой образования, которая является обязательной для всех. Вот один пример. Больцман, не понимая причин подвижности атомов и молекул газа, без эксперимента, методом статистической физики, создает ошибочную молекулярно-кинетическую теорию. В те времена никто из ученых ее не поддержал. Все были против. Не выдержав этого, Больцман застрелился. Однако, спустя несколько лет, при составлении утвержденной программы образования, молекулярно-кинетическую теорию Больцмана туда засунули. И она на протяжении более столетия стала обязательной для всех. Вот другой пример. С 1905 года, через утвержденную программу образования, всех вас заставляет излучение фотоны называть электромагнитными волнами. Фотоны не обладают ни электрическими, ни магнитными свойствами. Поэтому фотоны излучения не волны, а частицы-корпускулы. Загляните в любую старую энциклопедию, кроме ОЖЭ-энциклопедии в Википедии, и прочитайте, что было до 1905 года. А было вот что. В 1672 году Ньютон разработал корпускулярную теорию света. Основание. Явление дисперсии света и существование простых цветов. А также эффекты дифракции и интерференции, доказывающие, что свет имеет поперечные колебания. Ведь только частицы-корпускулы могут иметь поперечные колебания. До 1905 года корпускулярная теория света была общепризнанной. В 1808 году французский ученый Малюс подтвердил это экспериментально на эффекте поляризации света. Поляризованными могут быть только частицы-корпускулы. Таким образом, с 1808 года фальшивая волновая теория Гюггенса потерпела крак. Об этом написано во всех энциклопедиях. Но это просуществовало до 1905 года, когда в утвержденную программу образования включили фальшивую волновую теорию Гюггенса. Но так как большинство ученых в то время было против, то немного дополнили тем, что свет стал теперь одновременно и волна, и частица. И этот идиотизм стал обязательным для всех. Данные термины применяются специально для запутывания и одурачивания людей. Настал момент, когда надо сделать вывод, ответив на поставленный вопрос, почему одни ученые делают открытие и двигают науку вперед, а другие стараются науку запутать. Оказывается, весь вопрос в деньгах, в богатстве. Интересы самых богатых не совпадают с интересами всех остальных. Большие деньги могут все. За большие деньги нанимают ученых, которые с радостью запутывают физику. С начала 20 века утверждают программу образования и заставляют всех заучивать ее. А как же народ? А большинство народа, одураченное заученным учением, радуются открытию бозона Хиггса. Им даже не в намек, что их нагло заставляют электромагнитный эффект физо называть акустическим эффектом доплера. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Проходи пока. Вы двигаете науку или запутываете? Вы сами лично. И как мы вообще существуем? Я понимаю, что сейчас... Сейчас будет высказано много эмоциональных взрывов и в ту, и в другую сторону. Ну, у меня, честно говоря, тоже так всякие мысли возникали. Но я приведу, пожалуй, маленький стишок известного советского диссидента, который и за многие другие уже отсидел. Он звучит так. У писателей ушки в мерлужке, и остатки еды на бровях. Возле дуба им строят кормушки, чтоб не вздумали рыться в корнях. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ещё 10 минут будет... Даже поменьше. Да, хорошо. Я выступаю в качестве докладчика Николаева. Ну, я от себя тоже немножко скажу кое-что. Ну, представься, Володь. Представься. Дукмазов Владимир Борисович. Я последний раз выступал на Конгрессе в 2010. Имеется текст доклада в сборниках соответствующих. Имеется текст доклада. Так как доклад был на секции, то далеко не все его прослушали. Поэтому я решил сделать 40 копии моих тезисов. Завтра я их принесу. Ну, штук 10. Кого заинтересует, можете ознакомиться. Теперь, значит, я хотел начать... Нет, не то. Синяя. Папка, да-да-да, я... Разрешите, пожалуйста. Спасибо. Значит... Вопросы дискретности материи занимали ученых, мыслящих людей с давних времен. Это все известно. Вот. В наше время тоже ряд ученых есть, которые занимаются вопросами дискретности материи. Насколько она делима, насколько ее можно измельчить. Вот, на мой взгляд, гипотеза и даже теории эфира Николаева мне представляется наиболее убедительной и привлекательной, потому что она позволяет объяснить почти все, что ей может объяснить фундаментальная, зашоренная, официальная физика. Ну, вот, Тайот Николаев, значит, утверждает, что его эфирные частицы, вот так называемые нейтриники, фотоники, ну, они невообразимо малы, конечно, это все понятно. Он утверждает, что это предельные, самая мелкая, значит, частица существующая в первой частица материи. Но тут этот вопрос так это или не так, скорее философский, хотя физика тоже натуральная философия. Является ли она предельной? Тут, наверное, мы имеем тот случай, когда материальное соприкасается с идеальным. Наш, что такое идеальное? Идеальное бестелесное, без массы, без энергии, без всего идеальное. Идеальная это информация, знание, то, что у нас в мозгу, в нашем биологическом суперкомпьютере. С нашей смертью исчезает все это, то, что мы накопили. Знание, а это суперкомпьютер, не просто колоссально гигантская память, но и устройство, которое перерабатывает, переваривает энергию, информацию. А что такое информация? Да, знания, сведения. Вот это все. Нет никаких информационных полей, энергоинформационных, как еще называют, нет, ну, заодно скажу, что, естественно, нет никакого там цвета, царствия божия, загробного мира. Так же, как и все это мистика. Энерго, нет, физика серьезно говорят о том, что какие-то энергоинформационные поля, из которых люди черпают информацию своим приемником, головным мозгом и т.д. и т.п. Ну, это, так сказать, немного лирики. Теперь, значит, что касается дискретности наимельчающей частицы, тут это не совсем то, что математический предел. В теории пределах известно, что, скажем, стремится к нулю функция, но ее никогда не достигнет. И всегда, как по определению пределов, может быть задана бесконечно малая величина, еще меньше той, которая была, и так далее, и так далее. А вот может ли в природе, в микромире, еще существовать какая-то частица еще более мелкая, чем эфирная частица? Ну, первое, что приходит, ну, а как? Допустим, какой-то невообразимый шарик, а если его расколоть, раздробить, и что внутри этого шарика? Естественный вопрос, любопытство. Любопытство, любознательность, это основной двигатель познания мира. Вот. Всегда ребенок хочет распотрошить куклу, игрушку, посмотреть, что внутри. Так что, это вопрос, конечно, скорее, философки, чисто, чем физически. Теперь, значит, тут Николаев многократно упоминал слово инерция. Вот у меня была книжка такая написана, может быть, кое-кто ее уже приобрел, это было восьмом году еще. Так называются силы, инерция и орбитальные движения. Но Бог с ней с силой, и Бог с ним с орбитальным движением. А вот что касается инерции, это вопрос более тонкий. Но я напомню, инерция и инертность, не одно и то же, это не торжественное понятие. Ну, инертность, я об инертности говорить не буду, а вот инерция, это раньше то, что Декарт называл количество движения, я пришел к тому, аналитически доказал, что это не что иное, как произведение массы на скорость. То есть, то, что Декарт называл количество движения. Ну, проще одним словом называть инерция. Ну, Николаев считает, что инерция и энергия это одно и то же, не совсем так, потому что инерция, здесь масса, скорость первой степени, формуле энергии, скорость второй степени в квадрате, но... Размерность. Размерность разная, да, но это не принципиально, потому что суть одна и та же. Энергия определяется только массой и только скоростью, больше ничем. В квадрате, в кубе, это уже вопрос не принципиальный. Так, хорошо, ладно, мы можем поговорить один на эту тему. Теперь так, и последнее, о чем я хотел сказать. Вот, в этой книжке я упоминаю время. Сейчас у меня в рукописи находится книга, которая только касается времени. Так она будет называться, «Феномен времени». Надеюсь ее издать к следующему конгрессу, а может быть даже раньше. Так вот, суть, суть основная в том, что укоренившаяся Диада, давно еще, по-моему, с Фейербаха, с материалистов, фуллипосов, пространство-время, время-пространство, это, она совершенно, значит, не имеет смысла под собой. Это, как выразился один наш общий знакомый, который не присутствует давно уже в этой аудитории, Гузюкин, он назвал это кентавром, то есть, соединили время-пространство, не соединили несоединимое, которое нежизненное, и которое вообще не имеет никакого отношения одно к другому. Человек-лошадь, человек-конь, миф, мифология только как-то может быть. Такое, да, не-не, потом поговорим, ладно, извите меня. Я и так, я и сам собьюсь, и время, да, и время, и время. Ну, тем более, все, еще два слова, еще два слова. А время имеет прямое отношение к движению, никак не пространству, только к движению. И не как-нибудь, а это свойство движения. И не простое свойство, а самое основное свойство движения. Вот и все. Значит, время не таит ничего в себе таинственного. Ну, в быту мы знаем, что такое время много имеет смыслов всяких, астрономическое время, дискретное, там, декретное, такое-сякое. Мы пользуемся отрезками времени, вот, в быту это одно, а вот какова физическая суть времени, вот об этом я в своей очередной книге и скажу. Вот. О тезисах я сказал, что я их к серокопии сделаю 10 штучек примерно по Конгрессу 10-го года, и завтра могу предложить желающим. Благодарю за внимание, у меня все. Да, еще я хотел сказать еще пару слов. Ну, Николаев у меня время съел, своим докладом немножко, пару минут. Я своей очередной книгой вот недавно торговал в Манеже, международный книжный салон. Так, это я с этого хотел начать, но сэкономить решил. Когда, значит, книга далека от физики касается военной истории. Подошел ко мне в числе из покупателей один историк. и заинтересовался. Нет, это не реклама, это не реклама. Нет, это не реклама, это межупость реклама. Заинтересовался. Но когда узнал, что я не профессиональный историк, он сразу потерял интерес. А почему? Ну, понятно, почему. Потому что профессионалы за ложь, за вранье, историки, в частности, получают деньги. и физики тоже. А вольнодумные историки и физики, они деньги получают, они наоборот тратят свои деньги на то, чтобы докопаться до истины. Они бескорыстны, они идеалисты. Вот в чем разница между профессионалами и любителями. Редактор субтитров